Проблема заключается в том, что боль, приходящая от людей, которые нас окружают, вызывает разрушение возможности нормально работать другой психической структуры, которая называется разум. Эта психическая структура, она контролирует ум и дает возможность победить то, что в нем происходит. Вот это накопление плохой энергии в тонком теле убирается с помощью разума, с помощью силы, которая находится в разуме. Но боль от событий к разуму приводит в хаотическое состояние, и в результате человек считает, что те люди, которые причинили ему боль, являются причиной его проблемы. Но веды говорят, что причиной проблемы человека является его собственная судьба всегда. Никогда человек, который рядом со мной находится, или директор завода, или страна, в которой я живу, не является причиной моей проблемы. Проблема всегда сначала исходит из глубины судьбы, влияет туда, а потом уже от нее приходит обратный ответ от судьбы. И в чем заключается знание? Знание заключается в том, что если со мной что-то плохое происходит, это всегда моя проблема. Кто такой глупец? Глупец это человек, который считает, что проблема не у меня, а у него. Вот это глупец. Потому что есть три типа людей. Одни люди никогда не победят судьбу. Те люди, которые считают, что у меня нет проблем, а у него, который меня мучает, есть проблемы. Допустим, у меня муж пьяница, там жена гуляет. Она меня постоянно мучает, ругает. И это она виновата в моих проблемах. Это муж виноват, он пьяница, поэтому он виноват в моих проблемах. И поэтому я несчастный, моя жизнь несчастная. Вот когда человек так думает, он никогда не сможет победить судьбу. Он всегда будет страдать. Второй тип людей, это люди, которые в принципе предполагают, что виноват я сам. Они знают, что закон кармы, изучают это. Они знают, что я сам виноват. Но когда наступает проблема, они об этом забывают. И ведут себя, как будто они об этом не знают. То есть они ругаются с теми, кто их мучает, пытаются доказать свое и так далее. Но потом, когда все прошло, они вдруг обнаруживают, что они вели себя неправильно и раскаиваются. Эти люди, они не дают запускать свою судьбу, но также ее не могут и улучшить. Они как где-то посерединке находятся. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Вот. И кто такой умный детина? Умный это тот, кто когда видит, что влияние судьбы идет, и хочется наказать близкого человека или кого-то еще думать плохо, он садится, начинает молитву и побеждает это чувство в своем сердце сначала. А потом дальше идет определенный следующий этап победы. На самом деле тот человек, который просто способен не реагировать или побеждать то, что происходит в своей жизни с помощью молитвы, он уже очень сильно продвинулся по пути работы над собой. Сама идея, что я просто могу простить близкого человека в личной жизни, это уже очень высокий уровень. Некоторые говорят, а я не могу прощать, скорее всего, не судьба моя виновата, а просто скотина мне досталась. Это означает очень тяжелое, как бы, возможности мало очень внутренней, побеждать судьбу в личной жизни. Некоторые люди думают, ну раз у меня возможности маленькие, вот с этим человеком побеждать, мне надо поменять его, и тогда будет легче. Но мы же говорили о том, что эта сила идет изнутри. Спасибо.